Захарова сравнила события в Боливии с Украинским Майданом 2004 года. Захарова сравнила события в Боливии с украинским Майданом 2004 года 248-29 ноября 2019 года РИА Новости, Михаил Воскресенский, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. РИА Новости, Михаил Воскресенский. Москва, 29 ноя РИА Новости. Политическая ситуация в Боливии после отстранения президента его Моралеса схожа с Майданом, происходившим на Украине в 2004 году, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Временный президент Джанин Аньес подписала закон о выборах, который признает состоявшиеся 20 октября голосования незаконными и запрещает Моралесу участвовать в новых выборах, которые должны состояться не позднее 12 апреля. Вчера, 22-41 в Боливии подтвердили синий формуляр Интерпола на Моралеса Захарова отметила, что с момента президентских выборов в Боливии прошло уже больше месяца. Однако до сих пор организация американских государств не располагает окончательным выводом о результатах аудита избирательного процесса. То есть решение об устранении кандидатов в президенты принято, а на каком основании до сих пор никто не знает, написала она на своей странице в Facebook. Она добавила, что по данным директора Латыно-Американского стратегического центра, оценки избирательного процесса главы организации американских государств Луиса Аль-Магра не содержат ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить обвинение в нарушениях в ходе выборов президента Боливии. Получился нормальный латыно-американский Майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине. Разница в том, что в 2004 году, побеждавший по итогам выборов Виктор, Янакович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде третьего тура, в ходе которого и протащили его соперника Виктора, Ющенко, написала Захарова. Вчера, час сорок одна заместитель Лева Моралеса заявила о готовности участвовать в выборах.